Привет у микрофона Саша и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion, ведь в сеть продолжает попадать все больше и больше информации про долгожданную iOS 14. В этот раз утек не просто код системы, а целые скриншоты iOS 14 с новыми обоями и виджетами на главном экране. Также стало известно про еще несколько полезных фишек обновления. Ну а еще Apple удалось слить сразу два новых устройства, причем произошло это на официальном сайте, а именно iPhone SE 2 и AirTags. Данный выпуск будет максимально интересным, так что смотрите его до конца, чтобы у вас не осталось никаких вопросов. Устраиваемся поудобнее и не забывайте поддерживать меня лайком и комментарием, ведь я стараюсь только для вас, друзья. Начнем с новых устройств, которые Apple засветила на официальных сайтах, а уже потом перейдем к скриншотам iOS 14. Итак, Apple сама случайно подтвердила выход нового недорогого SE с экраном 4,7 дюйма. В народе это устройство называют iPhone 9. Apple на своем официальном сайте обновила страницу защитного стекла Belkin для iPhone 7 и iPhone 8. Разработчики сайта дописали, что данный аксессуар совместим с iPhone SE, но вот самое главное, что у оригинального iPhone SE дисплей в 4 дюйма, а в iPhone 7 и iPhone 8 экран в 4,7 дюйма. Получается, что заявленная поддержка стекла для iPhone 7 или 8 не может относиться к iPhone SE первого поколения. То есть стекло будет подходить к iPhone SE второго поколения, о котором уже известно абсолютно все, начиная от дизайна и заканчивая ценой. Дату выхода мы тоже знаем. Видео про всю актуальную информацию есть на канале. Ссылка будет в конце этого обзора и в описании. Ну а утечка с сайта Apple указала на то, что смартфон будет называться просто iPhone SE, а не iPhone SE 2 или iPhone 9, как мы с вами думали до этого. Кстати, данную надпись уже удалили с сайта Apple, но чудом вернувшаяся опция Apple Gear для iPhone SE пока что находится на сайте Apple. Этой функции тоже не должно быть для iPhone SE первого поколения, потому что он просто уже не производится компанией. Выход второго поколения SE состоится без презентации. Смартфон просто добавит на сайт компании в любой момент. Чтобы не пропустить выход, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Вы, наверное, будете смеяться, но Apple также случайно подтвердила скорый выход Bluetooth-метки AirTag. Компания засветила новое устройство в YouTube-видео, на котором показываются фишки приложения Локатор. Этот ролик был опубликован на официальном канале Apple и удален только через несколько часов. После того, как абсолютно все начали обсуждать данную утечку в интернете. На видео видно меню настроек приложения Локатор с новой опцией для поиска вещей в режиме офлайн. Согласно описанию функции, она поможет работать на iPhone и еще не анонсированные Bluetooth-метки AirTag. Геометки будут настраиваться через iOS. Юзеры смогут искать их с помощью звукового сигнала и дополненной реальности. Функция поиска вещей в офлайне при помощи AirTag указывает на наличие у Bluetooth-меток чипа сверхширокой полосы U1. Такой же, как сейчас стоит в iPhone 11 и 11 Pro. Он отвечает за опцию поиска потерянного устройства даже в том случае, если на нем сейчас нет доступа в интернет. Компания точно должна выпустить AirTag в этом году. Массовое производство девайса должно начаться во второй половине года. И покажут AirTag в сентябре вместе с линейкой iPhone 12. Такую информацию ранее рассказал самый авторитетный аналитик Минчи Коу. Таблетка будет с влагозащитой, а также в ней не будет разъемов. Заряжаться она будет исключительно беспроводным способом. А компания применит новейшие технологии, чтобы гаджет был максимально компактным, но при этом работал как можно дольше. Скорее всего, заряжать AppleTag мы сможем даже с помощью зарядки от Apple Watch. Но достоверного подтверждения этому пока что нет. Это только мое предположение. Примерное цено устройства будет около 30 долларов. Ведь компания понимает, что если человек купит одну метку, то скорее возьмет еще парочку. В общем, это будет явно самая красивая и продвинутая метка для поиска вещей. Перед тем, как я расскажу про новые крутые фишки iOS 14, я бы хотел вам посоветовать посмотреть прошлые выпуски про данную систему. Потому что там тоже много информации про все новые фишки обновления, список устройств, на которые можно поставить iOS 14 и другая интересная информация. Все ссылки вас ждут в описании под этим видео. Как только его досмотрите, обязательно посмотрите прошлые выпуски. Но сейчас давайте поговорим про скриншоты iOS 14, которые попали в сеть. Издания 9to5Mac и DongleBook Pro слили скриншоты новой iOS 14. И по ним мы можем понять, что произойдет масштабная переработка раздела обоев в настройках. На скринах отчетливо видно, что у нас будет возможность выбрать внешний вид выбранных обоев, делая их более темными, тусклыми или применять к ним на лошение градиента. Также в настройках добавили параметр умное размытие. С его помощью юзеры могут размыть любое изображение на главном экране. И как вы можете видеть, интерфейс сразу показывает одну версию для экрана блокировки, а вторую для экрана домой. Раньше приходилось самому делать подобное размытие в сторонних программах. А теперь эта фишка доступна в один клик по умолчанию, что очень круто. На втором скриншоте показан новый раздел коллекции, в котором тематические обои будут объединяться по категориям. Подборки обоев смогут создавать не только в Apple, но и обычные разработчики. А это значит, что крутых заставок станет намного больше. Но если вы хотите обновить интерфейс вашего устройства прямо сейчас, то добро пожаловать в мой телеграм-канал. Ссылка ждет вас в описании. Там регулярно появляются лучшие фоновые изображения, которые просто идеально подходят под стиль iOS. Также в телеге самые свежие новости и только полезные команды для Siri. Напомню, что раньше о большой переработке обоев в iOS 14 заявил слитый код системы. А сейчас произошло подтверждение с интерфейсом. Причем уже несколько экспертов подтвердили, что данное изображение полностью достоверное. И это не концепт, не фотошоп, а реальные скриншоты новой системы. Еще в iOS 14 появится возможность установки виджетов на главный экран. По аналогии с iPadOS 13. Ведь издание 9to5Mac в коде iOS 14 нашло упоминание новой функции с кодовым названием Авокадо. Она дает возможность устанавливать на главный экран iPhone виджеты приложений. Новая утечка говорит о том, что вместо закрепленных виджетов, как в iPadOS 13, новые виджеты на iOS 14 можно будет перемещать. Точно так же, как и любые значки приложений. Издание отмечает, что эта функция все еще тестируется компанией и может быть удалена в финальной бета-сборке. Это действительно подтвержденные всеми ведущими экспертами утечки, которые более того связаны между собой. Ведь пользователям просто придется ставить на домашний экран размытые обои, чтобы увидеть все детали виджетов и изображение виджетов и обоев не сливалось между собой. Как же конкретно будут реализованы виджеты на iPhone, пока что непонятно. Потому что скриншотов, к сожалению, пока что не слили. Но совсем скоро я чувствую, это произойдет. И друзья, мне кажется, или iOS все больше и больше становится похожей на Android. Поставь лайк, если согласен со мной. Также в коде iOS 14 нашли информацию о новых функциях связки ключей. Думаю, все знают, что iOS и macOS умеют хранить логины и пароли в iCloud. Данная функция называется связка ключей. Но в iOS 13 количество возможностей этой фишки очень ограничены. В 14 системе все поменяется и фишек станет куда больше. Связка ключей будет предупреждать вас о повторяющихся паролях. Что поможет улучшить защиту ваших данных, потому что если сломают один аккаунт, допустим, то ко второму доступа просто не будет, потому что будет стоять другой пароль. И наконец-то связка ключей получит поддержку генерации кодов для двухфакторной авторизации. Ведь в iOS 13 для таких фишек нужно качать платное приложение. Когда Apple добавит такую функцию по умолчанию в систему, то отпадет необходимость в таких программах, как First Password и другие. Что вы думаете об этой функции? Будете ли использовать обновленную связку ключей? Дайте знать об этом в комментариях. Благодаря iPadOS 14 планшеты смогут распознавать рукописный ввод в почте, браузерах и других стандартных приложениях. Ведь в коде нашли упоминание функции Pencil Kit, которая распознает рукописный ввод. Для ее использования нужен просто iPad Simple Pencil. Вы сможете писать текст от руки, а затем он будет преобразовываться в обычный. Скорее всего все разработчики получат возможность добавлять рукописный ввод в свои программы. Напиши в комментариях, стал бы ты пользоваться такой функцией, или ты предпочитаешь обычную клавиатуру. Надеюсь, что в iOS 14 точно появится русская свайп-клавиатура. Официально компания Apple выпустит первую бету iOS 14 на онлайн конференции WWDC 2020. Пройдет она в июне, а точная дата станет известна немного позже. Выход финальной версии для всех юзеров произойдет, конечно же, в сентябре вместе с новыми iPhone 12. Итак, друзья, сейчас Apple активно ищет новые идеи для iOS 14 среди обычных пользователей. Если вы хотите сделать новую систему лучше вместе, то пишите в комментариях свои предложения, что бы вам хотелось добавить в систему. Возможно, вы хотите что-то изменить, или вас дико бесит какой-то глюк. В общем, обязательно дайте знать, чего ждете от этого обновления. Все комментарии я читаю, а на самые интересные и позитивные я, конечно же, отвечаю. Впереди нас ждет еще больше сливов про iOS 14 и другие новинки. Так что обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы получать обзоры самым первым. Думайте иначе, пока!